Расставание В общеобразовательной школе Московского локомотива завершился очередной учебный год, а для юных футболистов 94-95 годов рождения прозвучал последний звонок. В актовом зале собрались родители, педагоги и, конечно, главные виновники торжества. В нынешнем году к единому госэкзамену готовится 31 выпускник. Очень много раз звучало со сцены слово «грусть». Все-таки чего же больше, грусти или радости? Ну, скорее всего, больше радости, так как для нас тоже заканчиваем школу, это больше времени свободного. Ну, а грусть, она тоже есть, только в меньшей ее части. Ну, все равно будем скучать по школе, по учителям, по всем. Будем заходить, конечно, навещать их. А так, мне кажется, веселье больше. В чем заключается специфика обучения футболистов в общеобразовательной школе? Да, специфика, конечно, есть. На самом деле, вот работая в обычной общеобразовательной школе, вы знаете, сравнение есть. Здесь, конечно, тяжеловато и проблемно сочетать учебу и спорт. Вообще-то, вот это было нашей главной задачей в этом году – сочетать учебу и спорт. Это было основным. Мы старались, чтобы дети освоили все образовательные предметы, как положено, как нужно каждому выпускнику. Вот, знать тот минимум необходимый. И в то же время, чтобы в спортивных соревнованиях и все спортивные достижения у них тоже были велики. То есть, ни учеба, чтобы не мешала спорту, ни чтобы спорт не мешал учебе. Мы старались это соединять. Я думаю, у нас получилось. Болельщики очень на вас надеются, ждут в главной команде, потому что уже слава расходится в 1995-м годе широко. Ну, это еще не скоро будет. Надо еще пройти дублирующий состав, чтобы понять, какой взрослый футбол. Ну, а так мы тоже надеемся попасть в основной состав. Будем надеяться на нашу возможность, как проявим себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.